Привет, мой дорогой друг! Если ты нажал на это видео, значит ты в жазе жожа, жожа референсов. Как же я вас... Как же... А сегодня я рекомендую канал моего друга Пацанские Хоку. Кстати, кто не знал, у них еще есть паблик. Здесь вы можете узнать штуки о Японии, которые не знали раньше, а также всегда быть в курсе последних новостей. А еще у них сейчас проходит большой конкурс, где главный приз это Тойота Королла. Ссылка на канал и на конкурс в описании. И мы ее подарим одному из участников нашего конкурса через два месяца. Слите за обновлениями. Все будет до сюда. Собственно, в сегодняшнем видео продолжаю перерисовывать скриншоты. Собственно, думаю, суть понятна. Подписчики оставляли скриншоты из разных советских и российских мультиков, а я их переделываю под свой стиль. Если вы не видели предыдущее видео, то вот оно, можете перейти и посмотреть, чтобы понимать, в чем тут, собственно, вообще дело. А также, кстати, напоминаю, что у меня есть мерч, и сейчас там осталось совсем немножечко футболочек в этой партии, и после того, как они кончатся, мы запустим новую. Пользуясь случаем, хочу сказать, что на следующий день после выхода видео проходит стрим, и вы можете нажать колокольчик, вот там он где-то внизу, чтобы не пропустить ничего нового. А также подписывайтесь, пожалуйста, на мой инстаграм, ссылка тоже будет в описании. Так, ну, давайте начнем достаточно много кеши. Начнем с обещания, которое я дала в предыдущем видео. Мы можем это на следующий раз составить. Я вообще свои обещания не выполняю, но знаете, третью часть блогеров вам никто не обещал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я, кстати, слышала, что Кешу хотели перезапустить так же, как Простоклашна под современный сеттинг и сделать его стендапером. Ну, блин, чё ж слышала. У Антона Пикули был ла-пародия, в которой вот даже я снимала эти вон мне там массовочки. Так, кру-а. Да. Что ж, давайте возьмем Джона из Остерсокровича. Вроде бы его так зовут. Вообще удивительно, что тут так много лайков. Мне казалось, что этот мультик как-то мало кому нравится. Да и вообще мало кто о нем знает, потому что он достаточно специфичный. Но он очень чудесный, потому что в нем очень много классных песен было. Продолжение следует... На самом деле мне жалко, что сейчас не делают таких атмосферных мультфильмов, потому что в Острове Сокрович было достаточно много песен хороших, и они были приятны на слух и хорошие, и поучительны по смыслу. Вот, к примеру, о вреде пьянства, о вреде курения, о жадности, о пользе спорта. Ну, разве не прекрасно? Блин, походу я старею. Кому сейчас вообще нужен здоровый образ жизни? Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Так. О! Ну, тут уж без вариантов, собственно. Это что? Жожо-референс? Где? О, это что, Жожо-референс? блин этот скетч так хорош может я не буду дорисовать а пожалуйста ладно мама боже за что на что я трачу жизнь я что для этого училась рисовать что ли не понимаю поздно искупать грехи во сне угомонить это не остановить сказать до свидания не суждено пока весь мир не потонет в жужжок боже мой эта песня просто было не запланирована вовсе казаки мульт фильм до казаки так и назывался тоже достаточно классный мультик не знаю насколько вы его помните смотрю и у меня слеза ностальгии наворачивается потому что вот большинство из скрин мультику которого здесь на скриншотах и забрали изображены я все помню и как-то хотелось бы пересмотреть но просто времени как-то нету но блин каждый из них он чудесный выбор чудесной стилистики они все разные не похожи короче выделите себе немножечко времени и пересмотрите что-нибудь все же это то что составляет часть нашей культуры я так думаю столкнулись снова с проблемой как в предыдущем ролике рисуем этих мальчиков а нет девочек нам нужна девочка о алиса алиса из тайны третьей планеты она кстати появлялась уже в одном из роликов которые я удалила потому что он просто ужасный и кстати вот это алиса селезнева это та же самая алиса селезнева что вот это это один и тот же персонаж и я это не так давно узнала возможно потому что я не внимательно смотрела или не читала оригинал возможно для вас это не откровение возможно это многие знали просто я не знаю тормознутый и вы таки думаете интересно сколько раз соня будет своих роликах жаловаться на то что она глупая тормознутый и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Достаточно мило вышло, мне кажется, будь бы у нас перезапуск Тайны Третьей Планеты с измененным дизайном персонажа, то это бы пользовалось большим успехом. Вообще, я не знаю, почему до сих пор Союзмульфильм или кто у нас там еще живой остался, почему они не регенерируют как-то все советские мультфильмы, не сделают, к примеру, Союзмульфильм онлайн. Господи, я хочу забыть это видео и никогда его не вспоминать. Возможно, когда-нибудь я перезапущу его, когда у меня будет желание и в этом будет какой-то смысл. И большое спасибо вам за просмотр. Сейчас мы готовим один крутой видос, он должен был выйти в конце этого месяца, но мы не успеваем, срываем дедлайны, собственно, ничего нового. Поэтому выйдет в середине октября. Женя кашляет на фоне. Не шумите, пожалуйста. И, кстати, хочу вам также сказать, что с 3 по 6 октября в Москве пройдет Комик-кон и Игромир. Это уже совсем скоро, и туда приедет Кодзима. Вообще, это что-то невероятное, мне кажется, сам фестиваль будет невероятный. Я буду все дни, так что, если вы меня увидите, можете не стесняться, подходить, поздороваться. Но 6 октября с 13 до 14 я буду на сцене у Виталия Терлецкого. Я нарисовала ему обложку для лимитного издания JoJo, и, собственно, в это время вы сможете подойти и получить на этом издании мой автограф, пообщаться и, собственно, все, что хотите. Всего 60 экземпляров с такой обложкой, так что торопитесь, чтобы получить ваш собственный с моим автографом 6 числа с 13 до 14. Спасибо большое за просмотр, можете готовить уже скриншоты для третьего выпуска, сохраните их все там на рабочий стол, чтобы не потерять. И увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!